Добрый день. Глубоко уважаемый президент, коллеги. Радикальная цистектомия является золотым стандартом лечения мышечно-инвазивного неметастатического рака мочевого пузыря с 60-х годов XX века. За эти годы накоплен большой опыт выполнения открытых радикальных цистектомий, опубликовано множество исследований, показывающих эффективность и безопасность данного метода лечения. Техника отрабатывалась десятилетиями. В то же время в связи с внедрением современных медицинских технологий, появлением лапароскопической роботостированной хирургии, в клинических рекомендациях стали появляться указания, что и лапароскопическая роботостированная цистектомия рекомендована к применению у пациентов, однако до сих пор остаются в фазе изучения. На основании многочисленных клинических исследований мы знаем, что лапароскопическая роботостированная радикальная цистектомия могут выполняться в данной ситуации, но не подтверждено ни преимуществ, ни недостатков применения этих методов. Опыт хирурга и мощность лечебного учреждения в настоящее время являются ключевыми факторами, определяющими исход операции при роботостированной и открытой операции, а не сама методика выполнения. И пациентам следует выбирать крупный медицинский центр, имеющий опыт выполнения открытых или роботостированных цистектомий, а не сами вмешательства. На основании многочисленных публикаций, в частности в 2018 году, было опубликовано исследование, где анализировали результаты роботостированной и открытой радикальной цистектомии почти у 1900 пациентов, оценивали осложнения 30-90-дневной повторной госпитализации. Было установлено, что роботостированная цистектомия ассоциируется с меньшей интероперационной кровопотери и длительностью госпитализации, а открытая цистектомия имеет преимущество в плане времени операции и по количеству повторной госпитализации. Разницы в осложнениях выявлено не было. И поскольку в экспертных центрах нет очевидных различий безопасности между открытой и роботостированной цистектомией, вероятно влияет на принятие решения об использовании последней, должны онкологические результаты и рентабельность. В отношении онкологических результатов в мета-анализе, публикованном в 2018 году, было показано, что положительный хирургический край встречается примерно в половине случаев с большей долей при открытых цистектомиях и с такой же примерно частотой при роботоассистированных цистектомиях. Причем у одного и того же автора ХАН, например, в 2012 году положительный хирургический край встречался чаще при открытой цистектомии, а в 2016 году чаще уже был при роботоассистированной. В отношении лимфоазов также противоречивые данные. У разных авторов большее количество лимфоазов удаляется с одиновянкой вероятностью при радикальной роботоассистированной, так и при открытой радикальной цистектомии. В отношении континенции также большой разницы между открытыми и роботоассистированными цистектомиями нет. Цифры эти относятся между собой. Дневная континенция при роботоассистированных, извините, составляет от 70 до 95%, начиная от 55 до 70%. Многолетние наблюдения за пациентом после открытой цистектомии дают примерно такие же результаты. В отношении осложнений. Осложнения при радикальной цистектомии встречаются довольно часто, независимо от доступа, как при открытом роботоассистированном, так и при лапароскопическом доступе. И обычно они у большинства авторов имеют примерно одинаковые значения. Единственное, опять же, у Хана эти значения отличаются на десятки. Дневное осложнение тоже самое встречается довольно-таки часто. И у большинства авторов имеют идентичные характеристики, что при открытом, что при лапароскопическом, что при роботоассистированном доступе. Выживаемость при радикальной цистектомии также не зависит от доступа операции. Пятилетняя выживаемость составляет порядка 50-60% независимо от доступа. У пациентов с радикальной цистектомией выполнена открытым доступом, оценивается 10-летняя выживаемость, которая может достигать общей 58%, безрецидивно 61%. В отношении качества жизни в этом году было опубликовано небольшое исследование. 50 пациентов были рандомизированы. Проведено одноцентровое двойное срепое рандомизированные исследования. Целью было изучение качества жизни до и после радикальной цистектомии. И сравнение открытой и роботоассистированной цистектомии. В результате не было выявлено различий в качестве жизни, частоте осложнений, частоте повторной госпитализации, продолжительности госпитализации между группами. Качество жизни, получается, также не зависит от хирургического доступа. Если разные доступы имеют одинаковые онкологические результаты, одинаковые хирургические результаты, частоту осложнений, качество жизни, тогда на чем должно основываться наше решение выборе того или иного доступа? Вероятно, на принципиальном отличии этих подходов открытого доступа и минимально инвазивных операций, когда мы создаём пневмоперитонеум. Было опубликовано такое интересное исследование, где пациентам было выполнено роботостированной радикальной цистектомии. Во всех случаях был отрицательный хирургический край. Но при этом исследовали смывы из малого таза до цистектомии, после роботостированной цистектомии, после лимфоденотомии, а также аспирированную жидкость во время операции. И резидуальные опухолевые клетки были обнаружены примерно в половине образцов промывных вод малого таза во время, после, но не до роботостированной цистектомии. Делается предположение, что более высокие уровни резидуальных клеток могут быть связаны с агрессивным вариантом опухоли и впоследствии влиять на рецидив рака. В 2015 году был проведен анализ рецидивов радикальной цистектомии. Было выполнено 383 радикальной цистектомии. Все рецидивы встречались у 99 пациентов, вероятность примерно была одинаковой, однако имелись различия в локализации отдаленных метастазов. Так, у пациентов при роботостированной радикальной цистектомии достоверно больше встречались метастазы во внетазовой лимфозой, а перитониальный канцероматоз был в 2,5 раза выше, чем при открытой радикальной цистектомии. Поэтому в настоящее время мы имеем сходные онкологические и хирургические данные по эффективности как открытых, так и лапароскопических роботостированных цистектомий. На чем мы основываем свой выбор в своей клинике, когда предпочитаем открытый доступ? Это на том преимуществе, которое имеет открытая цистектомия. В анализе 1400 радикальных цистектомий, которые были выполнены в 28 отделениях в Италии, данные опубликованы в этом году, открытая цистектомия имела значительное преимущество по сравнению с лапароскопической почти в 40 минут, а по сравнению с роботостированной 2 часа. 2 часа – это довольно-таки большое время, это 2 часа меньше анестезия у пациента, 2 часа меньше нахождения в операционной. Но кроме того же есть еще преимущество для хирурга, за 2 часа можно сделать еще операцию, можно еще оказать помощь другим пациентам. 2 часа работы операционной, 2 часа работы анестезиологической бригады – это является несомненным преимуществом, на наш взгляд, открытой радикальной цистектомии. В этом же исследовании указывалось на такие моменты, как необходимость конверсии при лапароскопических и роботостированных цистектомиях. При лапароскопических она происходила в 4%, при роботостированных – почти в 7%. То есть получается, что у каждого 20-го пациента операция пошла не по намеченному плану и пришлось перейти к открытому доступу, что, наверное, бывает в хирургии, потому что процесс интероперационный развивается по-разному. Но, может быть, имел место неадекватный выбор изначально хирургического доступа. При открытой радикальной цистектомии одним из преимуществ мы считаем визуализацию, как на этом слайде. То есть когда мы можем, например, при формировании мочевого резервуара иметь полный обзор операционного поля. Удобство работы хирурга. Мы можем расположить резервуар так, как нам удобно. Хирург может стоять у стола в удобном положении, а не быть привязанным к определенным точкам, как, например, при установке лапароскопических инструментов. Видимо, удобство работы, лучшая визуализация дает преимущество открытой цистектомии в плане времени. То есть при открытом доступе быстрее выполняется сама цистектомия, быстрее выполняется лимфоденектомия, быстрее выполняется деривация мочи, что в сумме дает значительные преимущества во времени. Также преимуществом радикальной цистектомии открытым доступом мы считаем возможность выполнять при местно распространенных опухолях мочевого пузыря, как на этом слайде. Когда у пациента имелась опухоль мочевого пузыря со значительным распространением в клетчатку, с подрастанием к передней стенке прямой кишки, мы выбрали открытый доступ. Гистологически была подтверждена местно распространенная опухоль. Аналогичная ситуация и представлена на этом слайде. Пациент с местно распространенной опухолью, у него была проведена неодевантная химиотерапия, по результатам которой была констатирована стабилизация, к сожалению, не произошло. Уменьшение распространенности опухоли мы сделали ему радикальную цистектомию, получили ратериальный рак, простающий все оболочки стенки мочевого пузыря, с врастанием в клетчатку, устья мочеточников, семенные пузырьки, парапростатическую клетчатку. В данном клиническом примере мы хотим продемонстрировать, что радикальная цистектомия позволяет нам оперировать пациентов при наличии мочепузырных кишечных свечей. Это пациентка 66 лет, у нее в анамнезе была выполнена нефурретеректомия справа по поводу опухоли лоханки правой почки. В последующем с марта 2020 года по февраль 2022 года выполнялись 4 трансурретеральные резекции, проводилась внутрипузырная химиотерапия, и пациентка появилась у нас в учреждении в июле с микроцистисом, мочепузырно-толстокишечным свечом. По данным МРТ, цистографии и колоноскопии диагноз свеча был подтвержден. Была наложена колостома, выполнена нефростомия слева. Для выполнения цистомии мы выбрали открытый доступ. Наличие колостомы у данной пациентки ограничило бы у нас возможности установки лапароскопических тракаров. При открытом доступе мы отметили то, что петли большого сальника, стенка тонкой кишки была фиксирована к стенкам малого таза. Опять же, это задавало бы неудобство при лапароскопии в плане создания пневмом, перитонемом, мобилизацией. Тактильная чувствительность наших рук позволяет нам, кроме визуализации, использовать еще этот орган чувств и выделять спайки, разделять плотные рубцы. Также у пациентки трудности были при мобилизации передней стенки мочевого пузыря от костей таза в связи с ранее перенесенными операциями. Впоследствии мы отсекли от сигмовидной кишки. Микроцистис расположили кишку в удобном положении, ушили дефект передней стенки сигмовидной кишки. Здесь итоговый вид операции. Ну и, собственно, сам препарат микроцистис со свищевым ходом. То есть открытый доступ позволил нам выполнить эту операцию. Несомненным преимуществом радикальной цистектомии открытым доступом является ее стоимость. По данным зарубежных акторов, радикальная цистектомия при открытом доступе, при формировании ортотопического резилара, может дать экономические преимущества почти в 4000 долларов, при формировании или кондуита – 1700 долларов. Наши отечественные авторы также анализировали результаты с экономической точки зрения. По их данным получилось, что лапароскопическая радикальная цистектомия и роботостированная в 2-3 раза обходятся дороже, чем открытая радикальная цистектомия. Кроме того, имеются анестезиологические противопоказания к лапароскопическим операциям. Большинство из этих противопоказаний не имеют отношения к нашим пациентам. Но тяжелые обструктивные заболевания легких, недостаточность кровообращения третьей тяжелой степени, также внутричерепная гипертензия, иногда могут не позволить нам выполнить лапароскопию с наложением пневмоперитонеума. Собственный опыт. В нашем отделении за 14 лет было выполнено 697 радикальных цистектомий. Большинство отведений – это была, конечно, операция брикером. Медианное наблюдение составило 181 месяц после операции. Продолжительность операции – она наименьшая при усторонней рутеракутонеустомии, когда нет пластического этапа, это 195 минут, и наибольшая при формировании ортотопического мочевого резервуара. Кровопотеря интероперационной составила 390 мл, гемотрансфузии мы выполняли 16%. После операционной койко-день составило 19,5. Своих пациентов мы наблюдаем. Безрецидивно 5-летняя выживаемость у нас составляет 64%, общая 61%, 10-летняя 32%. В принципе, как у большинства, наверное, авторов. На сегодняшний день мы в своем отделении выбираем радикальную цистектомию из-за тех преимуществ, которыми она обладает. На наш взгляд, это меньшее время операции, хорошая визуализация, то есть мы можем использовать все преимущества нашего бинокулярного зрения, дополнить картинку тактильной чувствительностью, удобство положения хирурга, операционной бригады во время выполнения операции, возможность операции при местно распространенных опухолях мочевого пузыря и также возможность операции при мочи пузырных кишечных свечах. Кроме того, открытый доступ обладает более низкой стоимостью и имеет меньше анестезиологических противопоказаний. То есть на сегодняшний день в своем отделении мы не отрицаем, не исключаем, имеем в арсенале лапароскопический доступ, но предпочитаем открытый. Спасибо за внимание.